Всем привет! Сегодня покажу три отличных идеи для вашей пилы. Работая на торцовочной пиле и отрезая небольшие заготовки, проблем никаких нет. Ну а что если нужно отрезать прям маленькую деталь? То пальцами прижимать заготовку это очень опасно, никогда так не делайте. А лучше сделайте себе простой помогатор. Для этого отрезаю кусочек фанеры, буквально небольшой кубик, и также небольшую планку длиной в полплощадки торцовочной пилы. Сажаем ее на ПВА-клей и закручиваю саморез. С другой стороны отрезаю кусочек наждачки и приклеиваю на супер-клей. Прижимаю струбцины и жду пару минут высыхания. Ну и вот наше приспособление готово. С помощью такой штучки легко можно придерживать малые заготовки. А самое главное безопасно. Да и это вообще универсальная вещь, подойдет к любой пиле. Лично у меня сейчас в работе торцовочная пила Риоби ЕМС-254Л. Диаметр диска тут 254 мм, который позволяет делать распил в ширину 300 мм, а в высоту 90 мм под прямым углом. Имеется дополнительный защитный кожух. Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает наилучшую производительность. Предусмотрен легкий доступ к щеткам для возможности их самостоятельной замены. Пила оборудована подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем для точного пила. Ну и самое сочное это фронтальное расположение направляющих пильного диска, которые позволяют работать вплотную к стене и экономят место. А более подробно о пиле можете узнать по ссылке в описании. А мы поехали дальше. Я постоянно выдумываю, как улучшить или упростить рабочую зону на верстаке. При работе с разным инструментом. Вот и с торцовочной пилой бывают неудобные моменты. При работе с длинными заготовками приходится на край стола подкладывать бруски, которые сваливаются и отвлекают от работы. Поэтому решаем эту задачу вот так. Беру профильную трубу. Диаметр тут 25х25 и вторая 30х30 мм. Особенность в том, чтобы они плотно входили друг в друга. Замерив длину около метра, делаю разметку и отрезаю пару заготовок. Также из остатка 20-й трубы делаю ушки. Пусть отходы работают с доходами. Перехожу на сварочный стол и привариваю боковые пятки. Закрепляю весь модуль в тиски. Керним отверстие и сверлим сверлом на 5 мм. Закреплять буду на кровельные саморезы. Делаю все максимально просто, чтобы каждый мог повторить при необходимости. И вот нижняя штанга на своем месте. Далее отрезал кусок 30-й трубы. Она будет как втулка. Взял остаток трубы 100х100 и вырезал пластину, в которой далее просверлил 4 отверстия. А затем свариваю их вместе. Установив на свое место, прижал струбциной и просверлил скворзное отверстие на 6 мм. Таким образом теперь втулку можно будет переворачивать и фиксировать в нужном положении. Установил кусок фанеры. Выровнял по уровню и сделал отметку для опоры. Лишнюю часть отрезал. Засверлил отверстие по разметкам и закрепил на пару болтов М6. И вот такой помогатор получился в работе. Выдвигается штанга, перекручивается барашек и опора для распиловки готова к работе. Которую можно легко двигать на необходимое расстояние. В процессе эксплуатации понял, что можно сделать еще проще и не тратить время на перекручивание барашка. Да и сама втулка давала небольшой люфт. Это не мешало, но раздражало. Поэтому взял и приварил втулку к трубе 25 на 25. Теперь стало еще проще. Чтобы работать со штангой, вытягиваем ее и поворачиваем на 180 градусов. И готово. Также отметил полосу с краю для ориентира максимального вытягивания. Сам вынос штанги получился около метра. Для меня этого за глаза. Ну и компактность и удобство только радуют. Следующая идея будет полезна для циркулярного стола. Я на нем работаю редко, но метко. И ставить пилу на стол это не камильфо. Высота площадки упирается прямо в грудь. Неудобно работать, а пилки в глаза. И можно в башню зарядить себе заготовкой. Поэтому я модернизировал верстак. Сделал простой люк с опорами, через который легко достается циркулярная пила. И устанавливается в стол. Высота самого стола на 10 миллиметров выше общего. Это сделано для того, чтобы в будущем можно было затянуть стол фанерой в 10 миллиметров. Чтобы все было в одной плоскости. Да и на фанере работать будет ровнее. А то доски дают перепады. Циркулярный стол легко снимается. Тут механизм удержания прост. Две доски по краям. На одной из которых есть подрезанные металлические уголки. Они выполняют роль захвата стола. Чтобы он не съехал вниз от вибраций. По бокам слева-справа. Все вплотную. Чтобы не было лишних колебаний. А спереди 10 миллиметров зазор для установки шины. В любой край столешницы. Таким образом, верстак всегда рабочая площадка. А при необходимости можно достать циркулярный стол. Ставится он за 30 секунд. И все. Готов к работе. Как вам такие идеи, друзья? Напишите в комментах, какая идея понравилась больше всего, а какая нет. Поставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь на канал. И также, друзья, всех вас зову к себе в телеграм-канал. В котором я подкидываю классные короткие идейки. Для каждого мастера и каждой мастерской. Ссылки есть в описании. Обязательно заходите.